Всем привет! И сегодня у нас видео о третьей неделе инктобера. Стоп! Или четвертую неделю? Я запуталась. Ладно, не суть важна, но это была последняя неделя инктобера. И, собственно, здесь мы подводим итоги всего. И тут на столе немножко небольшой беспорядок, потому что я записывала другое видео. Я могу вам показать даже небольшой спойлер. Это вот такая песенка. Это будут открыточки к Новому году. Только чш! Никому пока не рассказывайте. Ну, давайте начнем, потому что чего, собственно, долго разговаривать. Пока тут еще большие штативки. Да, я забыла, на каком моменте мы остановились. По-моему, вот это я уже показывала. Это кораблик. И эта картинка вдохновлена, собственно, фотографией Елены Шейдлиной, где она плывет в бумажном кораблике. Вот. И тут начался мой творческий кризис, как я так... Я даже не знаю, я расслабилась, или просто устала, или навалилось очень много работы. Но вот эта картинка меня абсолютно никак не радует. И в это время ко мне уже приехал мой новый браш-пен, о котором я давно говорила. Такой вот браш-пен от Pentel. И на канале выйдет обзор, сравнение вот этого браш-пена от Pentel и браш-пена с Алиэкспресс, который уже весь потертый. Я не буду сейчас говорить вам ничего о них. Я расскажу об этом чуть позже. Итак, следующая картинка. Это вот такая хэллоуинская картинка, которая называлась Восхождение. И тут, собственно, девочка, которая тащит в кучу барахла для Хэллоуина. Вот эта мне уже больше нравится. Но все равно что-то не то. И эта картинка как раз была нарисована именно вот этим браш-пеном уже. Следующей картинкой была падающая ведьма с метелочкой. И вот эта картинка мне уже больше нравится. Она такая живенькая. Но я немножко не успевала и не разобралась, собственно, вот здесь. Поэтому тут, мне кажется, выглядит все очень плоско. И черный цвет – это тоже браш-пен от Pentel. Это картинка «Объединение», по-моему, она забывала, переводится. И тут я нарисовала таких сиамских близняшек. Одна такая пай-девочка, а вторая – «Адский клоун». Но это тоже мне не нравилось, потому что я как-то выдохлась, наверное. И у меня было очень-очень много дел, потому что в этой неделе я занималась печатью открыток, печатью наклеек. Мне надо было договариваться с типографией. И все это очень долго и тяжело. И как бы хотелось найти максимально удобный вариант. И поэтому у меня совсем не оставалось времени на Инктобер. Я работала. Я не буду вам жаловаться. Но это то, чем закончился, собственно, мой Инктобер. И последние картиночки, как раз они были в Инстаграме, если я правильно помню. Это вот такая картиночка. «Найденный» переводится. И тут девочка ищет под поласиком свой амулет. Ну, вот это мне уже более нравится. И я писала в Инстаграме, что эту картиночку я рисовала без референсов. Я из головы брала анатомию. И я вижу, что тут что-то не так. И я потом, наверное, разберусь все-таки с этой позой, чтобы было все более-менее приемлемо. О, это последняя, по-моему, картинка. Да, это последний день Инктобера. И эта картинка мне больше всех нравится. Я не знаю, почему. У меня давно сидела эта идея в голове, что, как я написала в Инстаграме, что это мое настоящее лицо. Возможно, это так и есть. Потому что, как бы, у всех есть такая темная сторона, как бы, вашей личности, которая иногда вылезает. И это не очень красиво, но это ваша сущность, и вы должны с ней как-то уживаться. И вот эта картинка мне... Не знаю, почему, но ее концепция и ее цветовая схема мне больше всего понравилась. И сейчас она у меня вообще во всех социальных сетях стоит на аватарках. И, в общем, это квинтэссенция всего, что я хотела когда-то создать и сделать. И это уже такая бонусная картинка была, когда я уже просто разрисовывала этот браш-пен. И да, последние две черные картинки, это тоже им нарисовано. Мне нравится, какой здесь глубокий черный цвет получается. Но ладно, об этом потом. Об этом всем потом. Я могу блаболить постоянно и высказать больше, чем нужно. И это просто я попрощалась с Инктобором. Это был отличный опыт. Да, это сложно. Я буду делать на этой неделе, скорее всего, видео о... Как пережить Инктобор? Что вам надо учесть? Что вам надо иметь для этого, чтобы пережить это все дело? И как это лучше все сделать? Дам несколько советов. Расскажу о темах, о том, что, как, чем и почему. И я надеюсь, вам это будет интересно. И в следующем году, возможно, вы тоже захотите устроить себе такой челлендж и воспользуйтесь моими советами. Потому что для меня это было испытанием. Я, конечно, рисую каждый день, но я не всегда выдаю законченную какую-то картинку в день. И, собственно, в том, где была мышка, вот в этом, это у меня вообще... У меня был жуткий ступор. Я делала очень много скетчей. То есть обычно моя картинка начинается вот с чего-то такого. То есть я накидываю несколько поз. Вот так. Накидываю несколько поз. Выбираю. Потом еще прорисовываю на другом листочке. Это, собственно, как раз скетчик собачки. Вот это как раз тот кусок, который вырезан. Это была поза собачки. И, собственно, с девочками было то же самое. У меня сейчас нет под рукой того блокнота, но я в каком-то из видео показывала, что я накидываю скетчи. Вот. И как бы это помогает. Но здесь было действительно очень плохо, и жутко, и вообще фу. Ну, это правда. Это правда жизни. И в том видео я расскажу все секреты прохождения Ингтобера. Вот. И, собственно, за время Ингтобера я изрисовала половину этого блокнота. Он, по-моему, 80 страниц. То есть вот столько картинок. И тут были как удачные. Вот это мне нравится, потому что у меня еще тогда только запал был. И это первая картинка, которую я нарисовала новыми тушами, которые мне приехали. Я их показывала в обзоре на тушь. Вот. И иногда бывает, что твой запал пропадает, и это очень плохо. А, тут я уже приклеила свой стикер. Да, все, наверное, уже видели. Мои супер-классные наклеечки. Их уже осталось не так много. Поэтому, если вы хотите приобрести, то пишите мне. Вот такая девочка. И, собственно, я рада, что я прошла его. Он мне помог понять, где у меня есть изъяны в плане работы с формой, в плане работы с светотенью и прочим. Так что, мне было довольно интересно это пройти. Но полный отзыв я оставлю попозже. Пока вы можете посмотреть все, что я успела сделать за этот месяц. И это супер-классный результат в плане количества и в некоторых местах качества. Потому что это дисциплинирует. Это действительно дисциплинирует. И ты действительно приходишь и знаешь, что тебе сегодня надо сделать картинку. И я, несомненно, советую всем пройти этот челлендж, потому что он дает многое, но самое главное это поставить правильные цели перед началом. И запастись терпением и мотивацией. Собственно, поэтому я советую, наверное, участвовать с кем-то. То есть в компании каких-то людей. Либо блогеров, либо еще кого-то, либо друзей своих. Подбивайте на это. И тогда все намного проще становится. Ну, я надеюсь, вам было интересно посмотреть на мой результат. Ну, а на сегодня это все. Всем спасибо за внимание и пока-пока!